Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Избранное из бесед святого Иоанна Златоустого. Будем оказывать гостеприимство Господу в лице нищих и странных. Ижащий приимет единого малысия, говорит Господь, меня приемлет. Сравним Матфея 18 глава 5-6 стих. Через умение брат твой, тем более в лице его приходит Христос. Ибо принимающий великого человека часто делает это из тщеславия, а принимающий малого делает это чисто для Христа. Можешь ты принять и Отца Христова, и не хочешь? И кто приимет одно, был странником, и вы приняли меня, Матфею 25-35, и еще. Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. И если он верный брат, то хотя он не Павел, хотя бы был самый малый, в лице его приходит Христос. Отвори дом свой, приими его. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Матфея 10-41. Следовательно, и принимающий во имя Христа получит награду, как принимающий Христа. Не сомневайся в истине слов его, но веруй. Он сам сказал, что в лице их приходит он. И дабы ты не сомневался в этом, он определил наказание для непринимающих и почести для принимающих, чего не сделал бы, если бы он не был сам и принимаемый, и отвергаемый. Ты принял меня, говорит он, в жилище свое. Я приему тебя в царствие отца моего. Ты избавил меня от голода. Я избавлю тебя от грехов. Ты воззрел на меня связанного. Я доставлю тебе разрешение. Ты призрел меня странника. Я сделаю тебя гражданином неба. Ты подал мне хлеб. Я дам тебе царствие всецело в наследие обладания Твое. Приедите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Матфея 25, глава 34 стих. Не сказал примите, но наследуйте, что означает полное обладание. Как, например, когда мы говорим, я наследовал то-то, ты сделал для меня тайно, я возвещу явно. Сделанное тобой я считаю милостью, а мое воздаяние долгом. Ты начал, говорит, а я делаю. После тебя и вслед за тобою. Не стыжусь исповедать оказанные мне благодеяния. И то, от чего ты избавил меня, голод, наготу, странничество. Ты воззрел на меня связанного, и сам не увидишь огня гиенского. Ты призрел меня болящего, и сам не испытаешь ни мытарств, ни наказаний. О, поистине, благословенные руки, совершающие такие благодеяния, удостоившиеся послужить Христу. Легко пройдут через огонь ноги, ходившие в темнице для Христа. Не испытают тяжести уз руки, касавшиеся его связанного. Ты одел его в одежду, и облечешься в одежду спасения. Ты был с ним в темнице, и будешь с ним в царстве. Он исповедует это, не стыдясь, но признавая, что ты призрел его. Устрой жилище, куда бы приходил Христос. Скажи, это келия Христова. Этот дом назначен для него. Хотя бы это жилище было и не богато. Он не гнушается. Христос ходит в лице обнаженного странника, имея нужду только в покрове. Достать ему, хотя это. Не будь жесток, не бесчеловечен. Ты так горяч в делах житейских. Не будь же холоден в делах духовных. Поручи это вернейшему слуге, и пусть он приводит убогих, бедных и бескровных. Говорю это, чтобы пристыдить вас. Следовало бы принимать их в верхней части дома. Но если не хотите этого, то хотя внизу, хотя там, где помещаются ослы, где слуги, примите Христа. Может быть, вы содрогаетесь, слыша это. Но как быть, если вы и этого не делаете? Я увещеваю, я говорю, позаботьтесь об этом. И опять вы не хотите. Сделайте же иначе. Есть много бедных мужей и жен. Поставьте правилам, чтобы всегда, хотя кто-нибудь из них был у вас. Пусть хотя стражем дома будет бедный. Пусть он будет для вас стеной и оградой, щитом и копьем. Где милостыня, туда не смеет войти дьявол и никакое другое зло. Не будем же оставлять без внимания это благо. Ныне для колесницы назначено место и для насилок другое, а для странника Христа не одного. Авраам, где жил сам, там же принимал странников. И жена его стояла в виде служанки, тогда как они, странники, сидели подобно господам. Он не знал, что принимал ангелов. Если бы знал, то отдал бы им все. А мы знаем, что принимаем Христа и, несмотря на то, не оказываем такого же усердия, какое оказывал он, думая, что принимает людей. Но скажешь, из них есть много обманщиков и неблагодарных. Тем большая будет тебе награда. Если примешь их во имя Христова. Если ты уверен, что они обманщики, то не принимай в свой дом. Если же не уверен, то для чего осуждаешь без разбора. Но какое мы имеем оправдание, если и тех, кого не знаем, мы не принимаем. Но запираем двери для всех. Пусть будет дом наш Христовым пристанищем для всех. Будем просить у них награды, не серебра, но того, чтобы они сделали дом наш пристанищем Христовым. Будем ходить повсюду, привлекать к себе, гоняться, как за добычу. Здесь мы скорее сами получаем, нежели оказываем благодеяние. Не повелеваю заколоть тельца. Дай хлеба хлеб алчущему, одежду обнаженному, покров страннику. Аминь.